доброго времени суток друзья сегодня мне хочется поговорить очень и очень о космических ценах на щенков ну в частности пускай будут алабая просто очень много пишут мне в комментариях что у нас космические цены на щенков откуда вы берете такие цены даже когда я говорю цену 20000 я уже не говорю про цену на щенков когда они стоят 25 30 тысяч или вот как белый кабель например 50 тысяч до или белые 40 тысяч то есть там вообще волосы дыбом у людей и там в трубку телефона просто тебе хамят и кричат откуда у вас такие цены фантастические откуда вы не берете откуда они накапливаются ну вот хочется просто рассказать откуда эти цены и насколько как бы важно именно продать по этой цене во первых я продерживаюсь такого мнения что чем дешевле собака а еще лучше бесплатно то тем ее проще выбросить да то есть заплатила за нее пять тысяч пять тысяч нынче не деньги надоел тебе собака отвез в лес и бросил ну тогда когда тебе там ну нечем кормить да многие говорят мне нечем кормить хорошая отговорка до места того чтобы пристроить ее там куда-то отвезут в лес привяжут к дереву или бросит там день в поселке в чужом ну как бы ладно пять тысяч на деньги поэтому я придерживаюсь того мнения что если владелец покупают собаку за хорошую цену хотя бы за 20000 то возможно он будет как бы дорожить ей хотя конечно для многих и 20 тысяч не деньги да и в основном щенков таких покупают люди с хорошим достатком и я в принципе за это потому что щенки алабая растут очень тяжело не в плане того что там много им надо еды как раз еды надо мало а вот и времени уделяется и там покупать всякие вакцины которые не дешевые добавки которые тоже не дешевые то есть как бы я за то чтобы у собаки был хороший богатый хозяин чтобы у него хватило денег на то чтобы построить вольер на то чтобы его нормально содержать на то чтобы у него было все как говорится как у ребенка счастливого я люблю когда у моих собак хорошие заботливые и состоятельные владельцы но это не говорит о том что такие владельцы бывают на самом деле самым лучшим на свете и из состоятельных людей есть люди ну как бы с нормальной психикой и там при малейшем проступки собаки она может оказаться на улице например выкопали любимые розы сожрали любимую пихту там и так далее то есть как бы ну собаку нужно понимать собака просто так ничего не делает и чтобы она хорошо себя вела ее нужно правильно воспитывать но немножко отошли от темы и я как раз в этом месте хочу сказать что в сообществе по вип подписке сегодня также вышло новое видео о том как связанного поясница скачок роста у крупных собак и постав задних конечностей нажимайте кнопку спонсировать прямо под этим видео и вы сможете увидеть эксклюзивные видео в сообществе там уже уже опубликовано видео о тестовых испытаниях волкодавов и в главных ролях там шах и тамерлан по поводу космический цен как говорится все мы умеем считать и если взять стоимость щенка среднюю 20000 рублей если у тебя родила собака пятерых щенков умножаем на 5 хоба получилось сторону 100 100 рублей до 100 тысяч рублей а лучше когда у тебя собака родила 10 щенков хоба и у себя 200 тысяч рублей а лучше когда ты этих продаж этих щенков не за 20000 рублей а за 30000 рублей хоба у тебя 300 тысяч рублей хорошая сумма правда давайте теперь посмотрим куда денутся эти деньги ну например у меня питомник небольшой считается 10 собак это совсем небольшой маленький питомник из 10 собак 3 кобеля то есть соответственно они не рожают навязки к нам очередь не выстроились во-первых потому что я не люблю этого делать и у меня на это есть свои причины во вторых просто у каждого питомника есть свои кобели есть основные линии разведения то есть например меня как правило не интересуют кобели из других питомников будь они там самые именитые знаменитый и пусть у них там по 10 чемпионов мира сидит то есть мне это не нужно у меня свои основные линии и свои там как бы собаки на разведение то есть из 10 собак 3 кобеля которые не рожают дальше идем одна собака возрастная не 9 лет то есть она не рожает больше 9 лет уже еще одна собака стерилизованных 6 лет то есть последний помет у нее был четыре с половиной года назад она возрастная 10 половиной лет еще минус 2 собаки правильно то есть они не приносят доходов плюс еще одна собака у нее двустороннее выпадение кишечника она небольшое но при этом заболевание собаку желательно не вязать так как у нас специалистов в городе в принципе мало и я не очень доверяю врачам и только-только нашла сейчас ветеринарного врача которому поедем оперироваться ну то есть год собака как бы не рожала и год еще до этого потому что просто у меня были другие собаки и ну не могла я одновременно повязать несколько собак то есть еще в минус одна собака это получается у нас уже шесть собак и в итоге у нас той остается на четыре собаки которые я могу вязать один раз год соответственно я могу получить 4 помета в год одна собака молодая последний раз она рожала первый последний раз она рожала родила трех щенков через кесарево сечение после кесарево сечения бабушка на 2 сказал что собака вообще забеременеет то есть это вот просто так вот ну так для информации то есть либо она может не забеременеть либо со времени там образуются какие-то справки и это же она не может забеременеть соответственно тоже тебе не приносит щенков итак остается на три собаки как правило все собаки тяжело бьешь вяжутся текут в одно время то есть это болезнь заразная это игра гормон и как будут на расчастый уровень и не текут одновременно соответственно одновременно трех стук я повязать не могу иначе потом я просто умру я просто не смогу их вырасти да соответственно сам莽ổi количество собак который я могу одновременно повязать один раз год это две собаки то есть остается у нас два помета в год пускай будет так ладно тоже в общем то неплохая сумма особенно из родиться там по 6 щенков хотя бы от каждого лучше 8 лучше еще 10 но это тоже как говорится бабушку надо и сказал потому что чем больше щенков тем больше у тебя вложений и соответственно теме что получаешь денег и так собака ходит беременной два месяца два месяца ты за ней стараешься хорошо ухаживать и если благополучно она сама родит без кесарево сечение то считаю что ты не потратил ни копейки но будем считать так как многие говорят а сама повязалась через два месяца на те вывалил там десяток а потом ты их продал через два месяца вот про это потом поговорим вот я имею ввиду потом это вот этот основное слово про потом когда потом ты их продал через два месяца ключевое слово потом самое выгодное когда ты продаешь щенка вот за эти 20 тысяч в возрасте 40 45 дней а то есть тогда когда щенок уже прошел клеймение актировку и это определенные деньги в клуб совоководства то есть для информации говорю что например клеймение одного щенка стоит от 150 до 250 рублей на то есть посчитаем на 10 щенков хорошей сумме получилось актировка щенков клуб совоководства берет нынче от двух с половиной до пяти тысяч рублей за актировку в разные клубы по разному зависимости у кого-то отличных обстоятельств у кого-то от количества щенка ну то есть как бы уже пятерочка то есть самое выгодное когда ты продал щенка в 45 дней и у тебя как бы никакого геморроя то есть щенок до месяца благополучно сосал маму потом 15 дней ты промудохался получил при прикорму чтобы он ел нормальный корм и как говорится 40 дней использовал сбагрил новому владельцу и пускай он там как говорится с ним сам нянчится потому что щенок в это время маленький и как правило владелец забирает его домой что ничего хорошего не приносит кроме как искривление конечности в будущем если щенки остаются у тебя то ты стараешься в месяц до 45 дней отправить щенков на улицу потому что дома уже такое безобразие творится что глаза режет и жить не хочется для того чтобы отправить щенка на улицу даже в летнее время для него нужно специально оборудованный вольер то есть он должен быть утепленным нем не должно быть дырок чтоб щенок не вылез соответственно из закрытого помещения щенок должен свободно выходить на улицу и заходить обратно если в зимнее время то в этом помещении все должно быть отопление то есть это еще определенные расходы на электричество в два месяца мы щенку делаем первую прививку то есть даже я ветврач покупая прививки ветснаби значит покупаете прививки ну пусть будет 500 рублей там 450 500 рублей стоит одна прививка на щенка умножаем на 10 щенков получается опять красивой суммы если владелец щенка не ветврач да то он вызывает ветеринарного врача и ветеринарный врач делает эту же самую прививку в районе от 1000 до 1200 ну кого то больше с выездом на дом там и так далее умножаем опять же на 10 щенков получается красивой суммы правильно 45 дней мы начинаем давать добавки это хондропротектор в основном которые очень дорогие это кальций это омега это а е д витамины то есть это полный комплекс препаратов и каждую практически две недели у тебя улетает на весь помет около 5000 рублей только на подкорбке это не считая еды если мы начнем считать еду хорошо до 45 дней если вот на этот помет у тебя уйдет мешок 2 это вряд ли то есть так как мы кормим премиум класс корм корм стоит там например от 4 до 5 до 6 тысяч мешок то есть ну тебя ухо уходит вот до 40 45 дней на помет мешок 2 но не мешок больше потому что мы этим еще кормим маму пока она кормит щенков мешка 45 уходит до 45 дней дальше все это ползет геометрической прогрессии потому что щенки растут и потребляют корм все больше и больше кроме сухого корма мы даем еще мясо и варим кашу рис то есть мясо тоже не дешевую бесплатно его кто никто не дает просрочку мы не покупаем щенкам дабы их не отравить и дабы ух не было какой-нибудь инфекции до того как мы сделаем первую прививку то есть это тоже определенные деньги и не маленькие дальше в два месяца 21 день мы делаем вторую прививку дубль прививку 1 это опять же сумма от 4000 до 12 15 тысяч рублей в зависимости от того сам ты делаешь эти прививки и где-то их покупаешь соответственно щенкам в три месяца они уже съедают достаточно много корма на них тратится много денег на добавки и также на санитарно-ветеринарной прививки ну как бы мероприятие тратится много денег плюс мы обрабатываем несколько раз за это время от глистов да практически каждые 10-14 дней обрабатываем от глистов весь помет плюс маму плюс обрабатываем от клещей если это время с марта по октябрь по ноябрь то есть это тоже еще расходы и товарищи дорогие мне вот интересно знать а кто ходит на работу бесплатно я думаю что никто не ходит на работу бесплатно и вот это время три месяца когда вот я пахтую с этими щенками да то есть у меня нет возможности никуда уехать не то что ли отдыхать или там на какую-то вечеринку или на что-то там день рождения или просто пошарахтся по магазинам потому что щенки едят по расписанию по определенному расписанию и мне нет возможности никуда уехать чисто отдохнуть у тебя нет ни выходных не проходных не праздников не отпусков не че-го то есть практически ты работаешь вот как папа карла как у нас не скажут это работа все равно какая бы она ни была работа многие горды чё там приехал накормил до уехал ну во первых чтобы накормить нужно сготовить во вторых после того как ты их накормил нужно еще за ними убрать то есть сколько они кушают примерно столько же они как у это если это не будет убираться в течение дня несколько раз то будет грубо говоря такой срач что клиенты просто будут задыхаться в вашем питомнике поэтому эта уборка она ежедневная и практически ежечасная получается и спрашивается за мой труд мне не положено зарплату но между прочим это тоже не самый главный вопрос самое главное что все 10 собак взрослого состава включая пенсионеров кобелей они тоже хотят кушать и вот эти деньги с продажи щенков они практически должны обеспечить питомник питанием на целый год а если вдруг что-то случается типа болезни у какой-то собаки то это эти расходы также берутся из этих денег должны браться скажем так а если собака молодая и ей требуется выставочная подготовка поездки на выставке оплата за выставки если ты хочешь за чемпионить собаку это вообще неимоверной суммы это вот просто там зашкаливают вот эти суммы когда ты подготавливаешь собаку то есть не занимаясь и хэндлером либо ты сам ездишь там платишь за аренду зала тратишь свое время на то чтобы там доехать до этой выставки справки оформлять на выезд и так далее то есть это тоже огромные огромные суммы чтобы содержать питомник или даже одну две или три собаки принципе нужен один помет в год проданы за нормальные деньги не за пять копеек вот отсюда берутся эти цены если мне говорят что что вы с ума сошли такие цены у вас посмотрите на авито щенки 5 и 10 тысяч рублей я обычно говорю что вы тогда езжайте туда и покупайте собак за 5 за 2000 рублей за 10 тысяч рублей за сколько хотите потому что в принципе если у человека есть основная работа работа которая приносит ему ну хорошую прибыль да то наигравшись вот с этими щенками месяц два и поняв какую извините жопу он попал человек старается как можно быстрее и скинуть щенков по минимальной цене чтобы хоть как-то оправдать свои затраты а иногда понимаю что если он сейчас их не продаст или кому-то не отдаст даже бесплатно то он и потратит еще больше поэтому этих щенков скидывают ну вот по таким ценам и я хочу сказать что они уже испорчены потому что люди как правило не хотят вкладывать денег своих щенков то есть человек работает на основной работе у него нет времени даже но как бы содержать нормально этих щенков выгуливать сделать какой-то вольер сделать питание по расписанию как положено вкладывать в добавки то есть мы это не нужно люди обычно думают что щенки они рождаются сами сами растут и вот как-то они сами еще и продаются очень быстро за хорошие деньги нет такого не бывает то есть это труд даже пиаре щенков даже снимать их фотографировать делать какие-то видео это огромное количество свободного времени то есть оно должно быть если у вас его нету нету знаний еще до кучи то есть как правило там щенки либо заглистованы либо они уже с кривыми ногами либо у них там заболевание уже легких кто-то из щенков простужен то есть масса недостатков которые когда вы приедете и увидите эти щенков да они маленькие все хорошенькие вы эти недостатки не увидите вы потом приедете ко мне и будете его долечивать доделывать долепливать и как-то там формировать либо поесть в другие ветеринарные клиники где будут в принципе делать то же самое только с вас возьмут там больше гораздо денег поэтому вот такая у нас цена я считаю что цена 25 тысяч 30 тысяч на щенка особенно двух-трехмесячного этот эта цена очень адекватная потому что ну я знаю какие цены в питомниках даже не роскошных питомниках просто в питомниках да ну где люди с амбициями которые понимают что это на самом деле труд и очень тяжелый труд поэтому я надеюсь что мое видео было не злое как мне показалось вот уже потом когда уже все озвучивала и надеюсь что я вам не испортила настроение а наоборот вы немножко поняли что такое собаководство и что на самом деле это очень тяжело там требуется много знаний и к самое главное терпение всем доброго дня и хорошего настроения всем пока и и и